Творческий форум в канун Международного дня защиты детей. Место встречи талантливых ребят и детско-юношеских коллективов – городской парк, куда они проследовали пестрой колонной от улицы Ленина. Такого разноцветия ярких персонажей, сконцентрированных в одном месте, город не видел давно. Летняя площадка во власти юных и талантливых, но сначала заслуженные дипломы тем, кто на «ты» с его величеством творчеством. Особенность фестиваля не конкурс, а демонстрация всего того, чему научились ребята, посещая студии, кружки и объединения по интересам. В общем, никакого волнения. Присоединиться к празднику и проникнуться его атмосферой могли все желающие. Сегодня мы в торжественной обстановке открыли. Я считаю, что это уже будет традиционным нашим праздником. Городской фестиваль детского творчества. В городе он проходит второй раз. Мы надеемся, что этот праздник станет визитной карточкой нашего города и в последующем. «Зорка по лесу» – это действительно бренд и настоящий праздник для детей. Особенность этого фестиваля в его многожанровости. Здесь и хореография, и вокал, и театральное искусство, и художественное творчество, и даже цирк. Главная цель, которую ставили перед собой организаторы – развитие культурных контактов между детьми в области музыки, танца и песни, а также развитие у молодежи желания заниматься творчеством и созидать. Особенно актуально это звучит в год мира и созидания. Пинск во время фестиваля стал прекрасным местом для общения, обмена опытом. Ведь к нам в гости приехали коллективы из других городов. Мы неоднократно уже были здесь, в городе Пинске, в таком гостеприимном и радушном месте нашей страны. И мы всегда уезжаем отсюда с удовольствием от того, что мы сделали хорошо свою работу, и от полученных впечатлений от жителей и гостей этого города. Детские коллективы во время проведения таких мероприятий смогли обрести новое знакомство и получить свежие эмоции, посещая тематические, имиджевые и развлекательные площадки. Главная цель нашей работы, нашей площадки – это, конечно же, знакомство с изумительной детской литературой. Потому что как? И что бы ни говорили, но реальная книга «Поддержать в руках» – это самое главное для нашего будущего подрастающего поколения. Поэтому я желаю сегодня всем хорошего настроения, а мы видим, что на самом деле сегодня у всех хорошее настроение. Азарт, яркие зрелища, новые достижения – все это подарило радость и участникам, и их наставникам, и зрителям фестиваля. Очень хороший праздник, очень нужный праздник. Детям нужна инициатива и мотивация для занятия творчеством. Городские праздники устраиваются. Люди, дети общаются между собой, делятся опытом, делятся знакомствами новыми. Конечно, мы очень довольны, что город нам предоставляет такую возможность собраться все вместе. А за что тебя сегодня наградили? За то, что я долго танцую, всех учу, за то, что вкладываю свой опыт. У меня сейчас такая радость, что она беспрерывная. Итак, одаренные и талантливые дети получили возможность ярко заявить о себе, что им наверняка придаст стимул и дальше развиваться, чтобы через год снова собраться уже на третьем фестивале детского творчества «Зорка по лесу» и продемонстрировать свои таланты. Субтитры создавал DimaTorzok